ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Посмотрим Алексей Бауза здесь у нас Я вас приветствую Мы сейчас пытались записаться на прием к Сергею Айковичу Это самое Мы надеемся В Весту прямо зайдем А зачем на прием? Наверное у него кабинет прямо в Вести есть Это самое Я давно предлагаю Сходить к Сергею Айковичу на прием По поводу нашего перехода Я думаю мы это осуществим в ближайшее время Нам требуется депутатская поддержка К сожалению Мы эту депутатскую поддержку не получили В 2018 году Когда после митинга На этой площади Мы коллективом из 4-х человек Сходили в Единую Россию Сергея Айковича не было Ну была женщина Записана на прием от депутата От проспекта космонавтов Мы вроде хорошо Поговорили тогда про переход Один и про другой Обещали наше заявление Передать ему Но ответа мы так и не получили Поэтому я в ближайшую неделю Запишусь на прием к Сергею Айковичу Здесь жители Завокзального района тоже Пойдут вместе со мной на прием Поэтому Единая Россия Жди нас Мы скоро к вам придем И разговор будет и о муниципальном переходе Транзитном Не обязательно о настиле Это может быть подземный переход Или что-то Но это я думаю Вопрос не РЖД А вопрос чисто городской Потому что нам нужно транзитное сообщение Между двумя частями города О чем вы знаете Потому что поликлиники Детская, взрослая Спортивная школа Это то, где циркулируют И дети, и молодежь И мамы с колясками Которые не могут преодолеть И не могут самое главное ждать Год, два, три, пять, десять Пока что-то решится С реконструкцией этого перехода И станции Поэтому Единая Россия Жди нас Ну, как бы Я считаю, что Единая Россия Должна Либо вообще уйти с политической сцены Нашей страны Либо стать обыкновенной Партией Так что, в общем, депутаты Этот вопрос не только мой Этот вопрос наш общий Поэтому Прислушайтесь Голосу народа И не ждите Пока до вас люди дойдут Проявите инициативу И встречайтесь с нами И передавайте наши просьбы А просьба такая Нужно Финансирование И добейтесь Финансирование Нашего муниципального Транзитного перехода И это За счет области За счет области И этот вопрос РЖД говорит, что они Нас поддержат Этот вопрос, напоминаю Стоит не с прошлого И даже не с позапрошлого Не с восемнадцатого года Этот вопрос стоит 2005 года Уже шестнадцать лет Да И тем более я хотел бы сказать Чиновникам и депутатам Прекратите говорить Уже эту фразу Тем более в условиях Коронавирусной инфекции Ну уже невозможно это слушать В общем, мы ждем от вас реакции И ждем уже шестнадцать лет Работайте Вас избрали Одним или другим способом И не забывайте Депутаты Госдумы В сентября выборы Депутаты 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 Тву-наприс Депутаты